Друзья, у нас на связи по скайпу Иван Капсавун, журналист из Киева. Наш коллега с Иваном. Я предлагаю поговорить о визите Си Цзиньпиня в Москву, что это вообще могло бы значить и как это может отразиться на ходе войны в Украине. Иван, приветствую тебя. Добрый день. Как ты оцениваешь этот визит? Зачем он нужен был Си Цзиньпиню и зачем он нужен был Путину? В целом, я думаю, нужно исходить и понимать, как я это вижу из той стратегии, которую пытается реализовать Китай в отношении России. Ну и если брать глобальные, то в отношении геополитики региона, ну и в противостоянии с Западом в том числе. В отношении России Китай рассматривает Россию как такого себе партнера, но точно младшего партнера. То есть сильная Россия для Китая не нужна, им нужна контролируемая Россия с огромными ресурсами, которые можно будет в дальнейшем в том числе использовать. Ну а в данном случае, когда Россия развязала войну против Украины и в том числе, как она заявляет, идет ее и против Запада, то, конечно же, Китай использует Россию как определенный таран для противостояния с Западом, с Европой, Соединенными Штатами и так далее. Ну если мы вспомним более ранние времена, если раньше Советский Союз рассматривал Китай как такого младшего партнера, союзника, то сейчас позиции поменялись. Сейчас уже Китай играет, во всяком случае, стремится играть в первую скрипку, а уже россиян они рассматривают как в такие себе помощники, которые, конечно же, имеют ядерное оружие, имеют ресурсы военные определенные, не говоря экономических ресурсов. Почему сейчас приехал Си Цзиньпинь? Я это вижу в том, что он приехал поддержать путинский режим, потому что та стратегия, на которую рассчитывал Китай с самого начала перед широкомасштабной агрессией России против Украины, она не пошла по тому сценарию, на который рассчитывала как Москва, так, собственно, и Пекин. Ты хочешь сказать, что у Китая тоже были какие-то свои планы, свои виды на эту войну? Ну, во всяком случае, они рассматривали этот конфликт, который собирается развязать более широкомасштабно Россия, с пользой для себя. В каком параметре? В первом, что если Москва добивается успеха, а не секрет, что у них задача была завоевать Украину, расширять свои позиции на бывшем советском пространстве и так далее, то не исключено, что Пекин, возможно, решился бы на решение вопроса с Тайвань. То есть они бы увидели, что россиянам это сошло с рук, то есть Запад ничего не смог сделать, не смог помочь, защитить Украину. Ну и, соответственно, проглотили бы это. Ну и тогда можно было развязывать конфликт там и решать вопрос с Тайвань. Поскольку этот сценарий не прошел, и Россия очень так серьезно увязла в Украине, она не реализовала абсолютно те планы, которые она ставила перед собой, то китайцы, они не проиграли точно, но их планы просто немного поменялись. Наверняка они откладывают планы по Тайваню, об этом многие аналитики тоже заявляют, что это, возможно, произойдет через 3-4 года, к 27-му году, то есть китайцы будут дальше готовиться и так далее. Ну а в отношении России они поняли, что Россия не способна реализовать те планы, которые она ставила перед собой, но не способна реализовать тот первый сценарий, возможно, о котором они договаривались, потому что не будем забывать, что Путин встречался с Си Цзиньпинем до начала широкомасштабной агрессии. На Олимпийских играх, по-моему, был, да? Да, 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 у них была встреча, соответственно, они, скорее всего, обсуждали эти сценарии. Ну, поскольку сегодня все поменялось, ситуация поменялась, то для сверки своих планов нужен был этот визит. И плюс Китай показывает, что они пытаются помочь России, чтобы она окончательно, ну, скажем так, не скатилась и не проиграла. Потому что для Китая тоже важно, чтобы Россия до конца не проиграла, чтобы ее можно было в дальнейшем использовать в своих определенных планов. Вот это и необходимо. Ну, конечно, не говоря о том, что они сейчас говорили о экономических вопросах, о ресурсах, которые будут поставляться в Китай, конечно же, о военных вопросах. То есть однозначно Россия хотела и хочет и рассматривает Китай как страна, которая бы поставляла оружие России. Возможно, даже рассматривает китайца в том качестве, как Запад для Украины. И я думаю, что Путин мечтает об этом, чтобы были большие военные поставки с Китая в Россию, тем более мы видим, что уже существует определенный артиллерийский голод для России и вообще военного обеспечения. Поэтому, конечно, надежды у россиян очень большие на китайцев. Но с их реализацией навряд ли будет позитивный результат. Хорошо. А вот Китай пойдет на то, чтобы помогать России? Ну, во-первых, мы видим очень длительные визиты, три дня. Обычно такие визиты долго так не проходят. Но в современном мире это редкость, такие длительные визиты. Это говорит о том, что это скорее некий символический, символическая вещь, как бы убедить в том, что все серьезно, или там действительно очень насыщенная повестка. Как вы думаете? Я думаю, что все-таки повестка достаточно насыщенная. Кроме символичности, о чем я подчеркал, конечно, повестка достаточно насыщенная. Я думаю, там и финансовые вопросы, там экономического характера, ресурсного характера, о чем они будут и должны тщательно договариваться. Возможно, китайцев еще также интересуют определенные технологии, которые они не имеют по определенным отраслям. Это тоже будет обсуждаться. Конечно, обсуждаются политические вопросы, противостояние с Западом. То есть спектр вопросов достаточно широкий. Достаточно широкий плюс. Ну, а это еще и говорит о том, что, по-моему, Си Цзиньпин вчера сделал заявление, как бы Си Цзиньпин однозначно заинтересован в том, что Путин сохранил за собой власть после 2024 года. Потому что Путина еще называют таким лидером прокитайской партии в России, и однозначно Путин ему выгоден. То есть, понятное дело, кого Си Цзиньпин и кого Китай будет поддерживать на следующих выборах 2024 года, ну, если там вообще будут выборы. Ну, потому что для Си Цзиньпиня и Китая Путин уже понятен. То есть в течение длительного времени они с ним сотрудничают и достаточно успешно, потому что существует такая тихая экспансия китайцев на Дальнем Востоке, и Путин этому фактически не препятствует. Плюс существуют, конечно же, большие там риски в случае, если теоретически представим, что Россия будет валиться чисто территориально. Это тоже для китайцев, конечно же, существуют определенные риски, учитывая более 4000 километров общей границы. То есть им как бы пока нужна вот такая Россия, Путинская Россия, достаточно слабая Россия, тем более Россия, которая будет более покорна, потому что союзников-то у нее фактически очень мало. Можно там перечислить еще Иран, возможно, некоторые еще другие страны. Вот и все. Поэтому сейчас для китайцев положение России достаточно выгодно, с тем, чтобы ее использовать. Плюс, Михаил, не надо забывать, что не так давно китайцы презентовали свой так называемый мирный план в разрешении российско-украинской войны, хотя они в этом плане даже ни разу не назвали этот конфликт войной. Кстати, да, этот мирный план, он больше, по-моему, выгоден России, чем самому Китаю, чем самому Украине. То есть как бы это он, он с моей точки зрения и с точки зрения очень многих экспертов, он просто продвигает точку зрения России. Конечно, да, он продвигает точку зрения России, плюс пытается, конечно же, представить Китай в качестве такого миротворца, хотя там набор пунктов такого философского характера, там очень мало конкретики. Но опять-таки, для чего это делается? Для того, чтобы, например, после того, как был предложен этот план, понятно, что он выгоден России, он не выгоден Украине, и Украина на него соглашаться не будет. После этого, например, китайцы, предположим, могут заявить, а украинцы не соглашаются с этим планом, и таким образом развязать себе руки. То есть мы хотели помочь, они не хотят. Ну тогда у нас развязываются руки, и в этом плане они могут тогда больше там помогать россиянам, то есть в открытую, и там поставлять какое-то оружие. Но ты думаешь, они пойдут на это? Потому что очень многие говорят, что в этом случае как бы завод может пойти на санкции, как бы насколько вообще вероятен? Я думаю, они будут прощупывать ситуацию. Во всяком случае, вот там спрогнозируем, да, что Украина не идет на этот план, она не может пойти на этот план проигрышный. Дальше там, возможно, будут заявления китайцев о какой-то большей помощи для России, и они будут прощупывать, а как будет реагировать запад на это. И уже дальше, исходя из этого, они будут действовать. Хотя некоторые пункты, как, например, там беспилотники, наверняка они уже поставляют. Или какие-то... Комплектующие, да? Да, какие-то комплектующие однозначно. Или те же беспилотники, которые можно, скажем, испробовать на территории Украины. Не секрет, что в таких конфликтах всегда используется новое оружие, испытывается новое оружие. Для Китая это тоже площадка, где можно испытать определенные вооружения, и думаю, что они это будут в том числе делать. Ну вот коллеги дали этот самый, только что цитату, вернее, пункты этого мирного плана, вот вернули. Самый первый пункт, он однозначно не выгоден Украине, да? Прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Это означает, что зафиксировать ситуацию там, где она есть сейчас, как бы, и приступить к переговорам, там, не знаю, третьего Минска или что-то вроде этого, да? То есть, как бы, вот Украине там однозначно не выгоден. Исходя из этого, исходя из этого. Вот это вот решение... Потому что, да, очень многие, и вы сказали сейчас, Иван, о том, что, как бы, если Украина откажется, то Китай скажет, ну все, вы развязали нам руки, мы попытались, вы не хотите, как бы, ну, не хотите, как хотите, мы идем дальше поддерживать Россию. В этом плане решение Международного уголовного суда не является ли дополнительным аргументом в поддержку Украины? Поэтому, если Китай сейчас примет решение поддержать, в том числе и военно-российскую федераль, то фактически он поддерживает, мало того, что государство, объявленное спонсором терроризма, но и государство, которое возглавляет человек, в отношении которого выдан ордер на арест, который совершил преступление против человечности. Можем ли... Насколько Китаю в этой ситуации удобно или комфортно, или возможно продвигать свой мирный план? Я думаю, что для них это не играет такой большой роли, потому что даже этот приезд Си Цзиньпиня в Москву, он уже состоялся после того, как стало известно о решении объявлений розыск Путина. То есть даже после этого Си Цзиньпинь все равно решил приехать в Москву, для того, чтобы показать, что он поддерживает Москву, поддерживает Путина, и дать таким образом сигнал в том числе и западному сообществу, что ваши решения мы как бы берем во внимание, но мы все равно будем продвигать свою политику, конечно же. Ну, с другой стороны, если мы даже объективно посмотрим на ситуацию, то китайцам тоже необходимы союзники. Собственно, союзники, вот это и есть диктаторские режимы. Китай, Иран, Россия, ну, где-то в Северная Корея. То есть этот круг, он небольшой, но они будут все равно поддерживать друг друга. Плюс, ну, китайцы никогда особо, скажем так, не обращали внимания на защиту прав человека. То есть для них решение международного суда об объявлении в розыск Путина, ну, это, скажем так, не имеет большого значения для них. Поэтому они будут действовать так, как и они действовали до сих пор. Плюс они показали, что все равно они поддерживают Путина. А с другой стороны, когда Путин становится фактически персоной нон-град для большинства стран мира, которые подписали римский статут, то он, таким образом, все равно становится еще в большую зависимость от того же Китая. То есть, ну, куда ему еще ездить, опять-таки? В Китай там и в некоторые страны. Ну, хотя мы знаем, что, например, те же Соединенные Штаты не подписали римский статут. Вдруг... Ну, я не думаю, что он в Штаты поедет, как бы, да? Вот, я тоже не думаю, что он поедет в Соединенные Штаты. Да, и Байден поддержал решение международного уголовного суда, кстати, да. Конечно, да. Ну, хорошо, да. Кстати, если говорить об, опять-таки, решении МКС о римском статуте, Путин ограничивается и в еще одних действиях. Обратите внимание, что, например, раньше Путин куда выезжал? В основном в Среднюю, в Центральную Азию. То есть, он там собирал вот этих ОДКБ, Евразийский Союз и так далее. Куда приезжали там буквально 3-4 страны бывшего Советского Союза. Но я подчеркну, что, например, тот же Казахстан подписал римский статут. И выехать сейчас даже в Казахстан Путину будет сложно. И тот же Таджикистан? И Таджикистан тоже, по-моему, подписал, да? Таджикистан я не помню, но Казахстан я точно запомнил. То есть, даже в Центральной Азии у Путина тоже ограничивается возможности передвижения. Хорошо, но это что касается Китая. То есть, мы понимаем, что Китай, как бы, на решение Китая дальше поддерживать Россию, этот ордер на арест Путина никак не повлиял. Но это оно, в принципе, видно. Хотя мы не знаем, как бы, что они там обсуждают, но очевидно, что Си Цзиньпинь как-то не взял во внимание этот ордер на арест. Может, взял, но как-то так, просто принял к сфере. Но вот что касается Украины, усиливает то, что после визита в Китай анонсированы переговоры с президентом Украины Зеленским, да? То есть, как бы, по поводу этого мирного плана. Что в этом случае? То есть, получает ли Украина, благодаря вот этому ордеру, укрепление своей позиции и возможность стоять до конца и не принимать этот мирный план, в случае, если этот мирный план не устраивает Украину? Ну, однозначно, решение МКС – это усиление украинской позиции. Более того, я скажу, что это означает очень большой такой сигнал, что западные элиты все больше или окончательно определились, к какой стороне и куда они относят Путина. То есть, они его рассматривают в качестве преступника. И, конечно же, в этой ситуации они показывают всему миру, что если рассматривать вот эту концепцию, которая сейчас готовится в контексте контрнаступления украинской армии, то я рассматриваю решение МКС также в этой же концепции. Потому что Запад и Украина рассчитывают не просто освободить свои территории при помощи контрнаступления. Более того, они рассматривают уже Путина как преступника. То есть, конечная цель не просто освободить наши территории, а посадить на скамью подсудимых и осудить за их преступления, вот этих преступников в России. То есть, это является такой конечной целью. И Запад показывает, что они приняли решение в отношении данного персонажа. И думаю, что в дальнейшем будут еще подобные решения, которые сейчас же не секрет, очень идет системная работа по созданию специального трибунала, которое бы судило потом преступников из России. Поэтому это все системные вещи, они взаимосвязаны между собой. Еще важно подчеркнуть, что вот первый визит, то есть, первоначально, понятно, Си Цзиньпинь поехал в Москву, но после этого говорилось о том, что он будет созваниваться с Зеленским. Конечно, для украинской стороны лучше, чтобы это было равнозначно, чтобы был бы визит Си Цзиньпиня в Киев. Почему нет? Ну, а так получается, что сначала встречаются с Путиным, они обсуждают, скажем, свои дальнейшие действия, а уже потом будет общение по видеосвязи. И, скорее всего, это будет то, о чем вот я ранее говорил. То есть, китайцы будут говорить о своем мирном плане и так далее, и так далее, для того, чтобы сделать такой жест доброй воли, от которого Украина, скорее всего, откажется. Но если исходить, в целом, из концепции отношения китайцев к этой войне, то это не является удивительным. Это как раз является в рамках их не геополитической позиции. Ну, хорошо. А с твоей точки зрения, вот этот визит Китая, и явно, с моей точки зрения, формирование коалиции, уже как бы официальной коалиции Путина и Си Цзиньпиня, и, понятное дело, против кого и против чего, не только против Украины, но в целом против Запада формируется эта коалиция, она как-то может сказаться на ходе войны, с твоей точки зрения? Она может сказаться в одном случае, если китайцы позволят себе, если им позволит Запад поставлять вооружение России. Если это произойдет, или же, если, более того, договорятся о больших поставках со стороны Ирана России, то, конечно, тогда у России появится больше возможностей, и Украине будет труднее защищаться, отвоевывать свои территории и так далее. То есть война затянется намного больше. Но тут еще дело в том, что, собственно, то, что делает Россия, и то, что китайцы поддерживают даже в такой латентной, сейчас уже более открытой форме Россию, с другой стороны, на самом деле, это же сплотило и Запад. Это сплотило Запад, это сплотило не просто Запад. Посмотрите, сегодня даже нормализовались, или идет к этому, отношения между Южной Кореей и Японией. Усиливается взаимоотношение между Австралией и Британией, американцами. То есть вокруг, скажем, Китая, вокруг России усиливаются геополитические союзы западного мира. Поэтому эти все действия, наоборот, привели к тому, что западный мир сплотился, они будут больше и сильнее помогать Украине. Ну и здесь, собственно, вариантов у китайцев не так много. Плюс Индия присоединилась к санкциям, то есть это говорит о том, в каком направлении движется Индия. Да, индейцы выдерживают такую более нейтральную позицию, хотя они неплохо качают ресурсы из России, они закупают там ресурсы. С другой стороны, в том числе, частично присоединяются к санкциям. То есть они просто пытаются использовать данную ситуацию. Но не надо забывать о возможностях Запада, который все-таки может повлиять с помощью санкций, в том числе и на Китай. Я думаю, что китайцы это тоже прекрасно понимают. Они достаточно зависимы от Запада, в том числе, несмотря на развитие своей экономики, своих технологий и так далее. Ну, посмотрим, чем это закончится. Но в любом случае желаем Украине скорейшей победы и восстановления территориальной отсрочности Украины. Спасибо, Иван. Спасибо, Михаил. Спасибо за то, что пришел к нам в эфир и будем рады видеть тебя еще. Спасибо, удачи.